Первый международный турнир 2017 года проходил в 50-метровом бассейне Брестского областного центра Олимпийского резерва. За пальму первенства приехали побороться более 250 спортсменов из Беларуси, России, Украины и Молдовы. Ответственность ощущал каждый, ведь победа давала им шанс попасть на 17-й чемпионат мира в Будапеште, Всемирную универсиаду в Тайбэе и чемпионат мира среди юниоров в США. В числе участников были именитые спортсмены. Молодой минский пловец Илья Шиманович, обладатель множества национальных рекордов. Открытый кубок для спортсмена стала разминкой перед новыми испытаниями. Рекордного результата в первый день добился чемпион Европы Евгений Цуркин. На квалификационном турнире спортсмен показал стандартную программу. Секрет громких успехов именитого пловца – не думать о соперниках. Своим принципом пловец не уступил и на нынешних соревнованиях. Мой конкурент – это время. Есть условное время, которое мне нужно пить. На данный момент это мой главный конкурент. На дорожке смотришь только вперед и надеешься, что впереди тебя у меня никого не будет. По итогам четырех соревновательных дней команда Брестской области завоевала четвертое общекомандное место. Спортсмены Центра Олимпийского резерва по водным видам спорта показали существенные результаты. Победы на разных дистанциях дали им путевку на престижные соревнования. В эстафетном плавании брещане завоевали три серебряных и две бронзовых медали. В целом состязания в Бресте прошли насыщенно и плодотворно. В рамках соревновательной недели именитая спортсменка, двухратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне и обладательница бронзовой награды в Рио-де-Жанейро Александра Герсименя провела мастер-классы для юных пловцов. Именитая гостья пообщалась с ребятами, поделилась планами и преподала парочку уроков, например, как бороться с волнением во время соревнований. Первое – это, конечно, позитивные мысли, думать о хорошем, приятном, о том, как ты проплывешь, как хочешь ты проплыть, заплыть. Второе – немножко попытаться успокоить сердечко, которое стучит, попытаться хорошо продышаться, дыхательные практики, успокоить тебя, привести себя в хорошую боевую готовность. Но опять-таки бывает ситуация, когда наоборот, ты сидишь, у тебя надо стартовать, а ты вот так вот уже думаешь, ну сейчас заснешь. Это тоже своего, скажем, вида волнения, и его тоже нужно уметь преодолеть, потому что в таком состоянии тоже далеко не плывешь. А здесь как раз-таки наоборот, нужно немножко себя встряхнуть. Каждый участник встречи получил автограф белорусской плавчихи, а еще массу впечатлений от живого общения и заряд энергии на свершение личных рекордов. Субтитры создавал DimaTorzok